Молодое поколение – активные пользователи интернета. Они часами бродят по страничкам и мессенджерам, не задумываясь о том, что может произойти, переходя ссылки на ссылку, с сайта на сайт. Хорошо, если такие бездумные переходы не навредят безопасности персональных данных компьютеру и самим им, но ведь бывает и по-другому. Эта категория, к сожалению, является социально уязвимой сегодня в этом направлении. И чтобы их уберечь, вот с этой целью реализован этот проект. Пилотный проект был запущен на территории Минской области и получил очень много позитивных откликов как у детей, так и у родителей. И было принято решение реализовать его на территории всей республики. Сегодня в рамках конкурса социальных проектов «Дзявод Шевяна к миру» молодежное крыло Белорусского союза «Женщин Беларусьбанка» презентовало уникальный проект «Кибербезопасность детям» учащимся средней школы номер один города Бреста. Ведь современные технологии, которые играют важную роль в развитии подрастающего поколения, должны быть безопасными, а дети должны быть информированы и уметь противостоять мошенничеству и буллингу в интернете. Я себе подчеркнула, что надо еще, если какая-то неизвестная ссылка, информация, к примеру, просить родителей, что вот у меня там что-то неизвестное, посмотрите. Или просто не заходить. И когда друзья говорят, иди, пожалуйста, перейди быстро на эту ссылку, я не буду приходить, потому что это может быть обман, и просто все данные у меня слетят. Знаете, иногда ты не знаешь, просто вот некоторые ты не знал, и сегодня ты это получил. И это очень сильно полезно. В ходе проекта ребята посмотрели мультипликационные ролики, видеоурок от Марты Мирейко, лидера молодежного крыла Белорусского союза женщин. Есть некоторые правила безопасности, которые помогут тебе обезопасить свои данные и свой компьютер от опасностей. Всегда проверяй надежность сайта перед регистрацией. Обрати внимание на следующие тревожные звоночки. Ошибки в названии сайта. В адресе сайта содержится много цифр и случайных символов. На сайте открывается много дополнительных окон. Социальная значимость проекта заключается в том, чтобы обратить внимание общественности на необходимость усиления детской кибербезопасности. Детки с удовольствием принимают этот проект, им интересно, они участвуют в викторине, они отгадывают вопросы, и мы очень рады. Вопросы профилактики и разъяснительная работа – это приоритетное направление воспитательной работы любого учреждения образования. В средней школе номер один города Бреста обучается около двух тысяч ребят. Благодаря проекту многие из них запомнят информацию о безопасности в сети и расскажут об этом сверстникам и родителям. А это значит, что школа становится не только местом получения образования, но и профилактики. На сегодняшний день дети должны знать, как зарабатываются деньги, как часто их приносят домой деньги и как их беречь. И, конечно же, должны быть освещены такие вопросы, как в семье, так и в школе, что значит безопасность тех сбережений, которые есть в семье. Поэтому в нашей школе проводятся в обязательном порядке тематические недели, которые так и называются «Неделя по кибербезопасности». Проводятся классные часы, информационные часы. Мы встречаемся с представителями правоохранительных органов. У нас очень большое информирование на стендах в данном направлении. Но надеемся, что наши дети прежде всего не будут правонарушителями и в то же время они все свои знания унесут с собой. Виктория Гапутина, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.